Переведено и озвучено каналом Али Атисам. Хвала Аллаху, и да пребудет благословение и приветствие над посланником Аллаха. Брат спрашивает. Ранее при обсуждении книги «Обнародование лжи клеветника» вы упоминали, что ученые проводят различия между джахмитами и ашаритами, а также, что они могут давать ашариту частичное оправдание, сказав о нем, что в нем есть джахмизм. Но, несмотря на это, они под этим не подразумевают, что он является джахмитом. Однако мы находим, что ашариты сходятся с джахмитами в таких основах, которые относят только к ним. А тот, кто сходится с кем-либо в его основах, тот относится к нему. Ученые обвинили джахмитов в неверии только по причине этих основ. Они сходятся с ними в отрицании божественного возвышения, в чем убеждено большинство ашаритов. Также они сходятся в утверждении сотворенности Корана, ведь от ашаритов передаются разногласия в теме произношения и произнесенного. Также, о шейх, обе эти группы, ашариты и джахмиты, отдают предпочтение логике над шариатскими текстами. А это является законодательным каноном, законодатель которого становится неверным по единогласному мнению. Каково ваше мнение относительно того, что было упомянуто здесь? Да воздаст тебе Аллах благом и сделает в тебе благо. Нет. На самом деле, вышесказанное нуждается в уточнении. Существует два метода при определении степени тех или иных групп и вынесении ими шариатского решения. Первый метод — это последовать за мнением тех ученых, которые имеют большое количество высказываний по этой теме и подошли к этому разделу исследовательски и умело. Это степень, которую необходимо уступить тем, кто занимается этим. И это не будет подражанием, токлидам. Редакторы способны различать мнения, которые внешне кажутся схожими, но на самом деле являются разными и взаимопротиворечащими. Также они различают мнения людей и их степень между теми, кто находится в рядах ислама, и теми, кто вышел из него. Второй метод — это глубокое научное исследование, которое доподлинно будет проводить различия между школами, базхабами. Это, в свою очередь, обязывает каждого иметь справедливость и знание. Ведь Всевышний Аллах осудил человека, сказав, воистину человек является несправедливым и невежественным. И большинство людей при возникновении разногласий допускают несправедливость и невежество. Разногласия среди людей существовали всегда, но тем не менее человек должен позиционировать себя как знающего и справедливого при их возникновении и не переходить границы. Что же касается твоего вопроса? Я надеюсь, в этом будет напоминание для студентов. Студенты знают об этом, но все же я только хочу сделать напоминание себе и своим братьям. Существует разница между джагмитом и ашаритом. На прошлой встрече я уже говорил о том, что студент не должен заниматься логической математикой, говоря, ашарит — это джагмит. Ученые вынесли такфир джагмитом, следовательно, ашариты неверные. Эта конструкция построена на ложной предпосылке, а именно то, что ашарит является джагмитом. Ученые используют подобные описания в разных направлениях, ввиду того, что они обращаются к ученым. Иногда они используют их с целью отдалить людей от подобного, а иногда они используют их, зная, что студент поймет, что в них подразумевается частичная форма, как я уже об этом упоминал. Поэтому, как следствие, затем появляется отрицание. Нельзя полностью подтверждать такое сравнение, а именно, что всякий ашарит является джагмитом, или что ашариты — это джагмиты, используя эту полностью логическую формулировку. С другой стороны, может утверждаться, что ашарит вовсе не является джагмитом. Это утверждение нуждается в уточнении, и это утверждение нуждается в уточнении. Обе стороны согласятся с тем, что ученые и редакторы не считают ашаритов джагмитами, однако они считают, что у них есть джагмизм. Что значит «они считают, что у них есть джагмизм»? Это значит, что вытекающее из их слов сходится с тем, что говорят джагмиты, несмотря на то, что они не говорят это прямо и не разделяют этого мнения. Иногда могут иметь место некоторые предпосылки. Это в итоге, в конце. Ашариты могут иметь место схожие предпосылки, хоть и не во всех отношениях, а только лишь в частичной форме. В таких случаях ученые говорят, в этих людях есть такое-то качество. То есть они сходятся с этим течением в этом качестве. С другой стороны, я говорил, что ашариты не являются джагмитами. Я сделал это для того, чтобы опровергнуть это математическо-логическое сравнение, из которого следует, что ашариты неверные. На самом деле, я не встречал ученого-редактора, который выносит такфир ашаритам. Да, я встречался с этим. И я разъяснял этот момент при обсуждении книги «Обнародование лжи клеветника», а также при обсуждении опровержения «Ибн Аль-Мирбад ибн Абдиль-Гади» на «Ибн Асакера». Я видел, что многие поздние обвиняют ашаритов в неверии, используя подобное правило. Сейчас я не говорю, основываясь на воображении. Я говорю о фактах, книгах и действительности. Если я и ты, или кто-то другой откроет страницы интернета, мы обнаружим много невежественных молодых людей, которые обвиняют ашаритов в неверии, ссылаясь на то, что они джагмиты. Где допущена ошибка по этой теме? Ошибка допущена в том, что ты упомянул, мой любимый брат. Ашариты не приняли эти вытекающие смыслы, несмотря на то, что они вытекают из их слов. Они не принимают их по нескольким причинам. Ты знаешь, что ашариты не отвергают тексты Корана и Сунны. Что же касается джагмитов, то они их не принимают. Я уже цитировал слова шейху ль-Ислама, и факты указывают на это, что муаттазилиты не являются джагмитами, несмотря на то, что у них есть джагмизм. Они даже ближе к джагмизму, чем ашариты. И вместе с этим Ибн Таймия проводит различия между ними и джагмитами в этих словах. Он говорит, что джагмиты — это одно течение, а муаттазилиты — это другое течение. Джагмизм проник в муаттазилитов. Однако они не являются ими. Муаттазилиты — это не джагмиты. А джагмиты не являются муаттазилитами. Мы также знаем, что имамом ашаритов является Абуль Хасан. Имам Абуль Хасан Аль-Ашари является имамом ашаритов. И вместе с этим он определяет джагмитов, критикует и опровергает их в своей книге «Высказывания исламистов» и не приемлет их мнений. Ученые ашариты также критикуют джагмитов и не принимают их мнений. Даже шейху-ли-ислам, как я упоминал ранее, когда речь дошла до Ибн Абидуада, сказал, он является джагмитом, а не муаттазилитом. Это указывает на его беспристрастие, да смилуется над ним Аллах. Несмотря на то, что распространенным мнением является, что Ибн Абидуад, который подверг ученых бедствием из-за смуты о сотворенности Корана, большинство предполагает, что он был муаттазилитом. Но справедливость требует разделять их. Давайте вернемся к примерам, которые ты упомянул. Ашариты не говорят, что логике отдается предпочтение перед шариатскими текстами. В том смысле, что если возможно опираться на логику, то шариатские тексты отвергаются и отбрасываются. Такое является уместным для некоторых течений нововведенцев. Ашариты считают, что необходимо принимать шариатские тексты, но затем их следует интерпретировать так, чтобы это было приемлемо со стороны языка и арабской речи. В итоге это приводит к тому, что текст лишается смысла, вложенного в него Всевышним Аллахом. И его посланникам, да благословит его Аллах и приветствует. Они не стремились к этому. Они просто использовали текст в одном из приемлемых значений речи людей, которые используют подобные слова, и на языке которых была неспослана божественная речь. Они отнесли эту речь к такому смыслу. То, во что они попали, это... В первую очередь у них были благие намерения, а именно очистить Аллаха от недостатков. Поэтому, когда имам Аз-Захаби упоминал слова Аблюхасана Аль-Аш-Ари, что при смерти он заставил присутствующих засвидетельствовать о том, что он не обвиняет в неверии никого из последователей исламских течений, так как все они стремятся к одному Аллаху, Аз-Захаби сказал... То же самое говорил шейху-ли-ислам ибну Таймия, и это мнение он считал более достоверным. Когда христиане говорят «Господь», они подразумевают Иисуса мир ему. Когда многобожники говорят «Господь», они подразумевают идола. Индус подразумевает корову. Буддист указывает на своего господина и человека, в которого вселился Бог. Но когда Аш-Арит говорит Аллах, и то же самое говорит Суннит, да, вы знаете, что между ними есть разница. Также, когда хадисовет говорит Аллах, или «Я поклоняюсь Аллаху», то все они подразумевают одного Аллаха, несмотря на то, что они разногласят между собой относительно того, является ли обязательным или возможным в отношении Него. Но в итоге все они указывают на Аллаха, который рассказал нам о себе в Коране, и Сунне. Следовательно, все они поклоняются одному Богу. Что же касается Джахмитов, то когда ученые прочитали их высказывание, они обнаружили, что они указывают на ничего. Это отрицание, которое они используют в отношении Аллаха. Нет, нет, нет. Кто поразмыслит над всеми этими, опираясь на разум, в итоге придет к отрицанию того, кто описан подобными качествами. Поэтому ученые и объявили Джахмитов неверными, потому что они указывают на небытие, указывают на ничего. Но когда говорят исламисты, как их назвал Абуль-Хасан Аш-Ари, высказывание исламистов, все они указывают на одного Бога, на одного Аллаха. После этого у них возникают разногласия относительно того, что Аллах рассказал о себе, как это понимать и так далее. Но это уже другая тема. Будь внимателен. Основой нашей религии является то, что мы оправдываем мусульманина, если он ошибся. Поэтому, когда ты видишь, что я не усложняю в вопросах оправдания, то это и есть религия. Оправдание — это и есть религия, а не усложнение. Что ты видишь более близким к истине? Когда ты видишь, что я облегчаю вопрос оправдания мусульман, с которыми у меня есть противоречия, или же истинно с тем, кто усложняет его, если ему кто-то противоречит, он понимает его слова в самом худшем свете, что затем приводит его к обвинению в неверии. Ведь любое мнение, в котором тебе кто-то противоречит, можно отнести к неверию. Например, если ты противоречишь, это простой вопрос. И это вопрос права. Если ты разногласишь со студентом и говоришь ему, если шкура прошла дубление, она очистилась, он тебе отвечает, я не принимаю этот хадис. В этом вопросе я руководствуюсь другим хадисом. Не пользуйтесь шкурой мертвого животного. Разве ты станешь возражать ему, говоря, смотрите, ты противоречишь хадису посланника и не принимаешь его? Посмотри на это усложнение. Ты противоречишь хадису пророка. Знаешь ли ты, шарятское положение того, кто противоречит хадису пророка, это возражение Аллаху, возражение посланнику Аллаха. А тот, кто возражает посланнику Аллаха, становится неверным. Будь осторожен, ты можешь стать неверным. Затем, после дискуссии в этом правовом вопросе, он отходит на расстояние и говорит, такой-то отверг хадис посланника Аллаха, поэтому он считается неверным. Но ведь это правовой вопрос, который возникает среди ученых. Это происходит таким вот образом. И я сейчас говорю не о каких-то воображаемых вещах или представлениях. Я опираюсь на действительность, с которой сталкиваешься ты и другие люди. Стоит только произойти, иногда это приводит людей к сражению и убийству. Приводит к обвинению в неверии в вопросах. Я говорю, тебе что-то делать нельзя. Ты говоришь, это дозволено. У меня есть свои доводы. Мы с тобой разногласим. И можем провести дискуссию. В таком случае нам стоит поступить так, как поступила Шафи Ай с Юнусом ибн Абдил Аля Ассадафи. Да смилуется над ним Аллах. Дать друг другу оправдание. Или же усложнить и сказать. Тот, кто противоречит хадису, к которому мы отдали предпочтение, противоречит посланнику Аллаха. А тот, кто возражает посланнику Аллаха, становится неверным и так далее. Когда у мусульман возникают противоречия, им следует распахнуть дверь оправдания. Раздел дискуссии, науки разногласий и так далее, все равно останется, потому что он развивает интеллект. И в таком случае дискуссия и разногласия приносят огромное благо, так как они раскрывают разделы науки, которыми доволен Аллах. Когда дискуссия проходит в правильной форме, она раскрывает множество врат блага, которыми доволен Аллах. Это заставляет их следовать, изучать, пересматривать и анализировать лучше. Сколько наук было основано по причине разногласий, возникавших в исламской общине? Множество великих наук было основано из-за разногласий. Из этого становится ясно, что с одной стороны разногласия относятся к тому, что любит Аллах. Разногласие было предопределено для этой общины по причине блага, к которому в результате оно приводит. Ашариты не разделяют с муаттазилитами их мнение о сотворенности Корана. И также мнение джагмитов. Если ты спросишь любого ашарита, будь внимателен. Коран — сотворенная речь Аллаха? Он ответит. Я прошу защиты у Аллаха. Коран — это речь Аллаха. Они сходятся с тобой в этом? Говорит ли Аллах? Да, мы утверждаем атрибуты, на которые указали шариатские тексты. Их назвали атрибутистами по причине того, что они подтверждают эти качества. Сущностные качества — это такие атрибуты, как жизнь, знание, могущество, зрение, слух, воля и речь. Они подтверждают атрибут речь Аллаха, святу на велик. Если ты спросишь, говорит ли Аллах, они ответят. Да, Он говорит. Что касается других, то они этого не сделали. Они не подтвердили эти качества Аллаха. А это уже огромная разница. Эта сторона делает их ближе к нам в этом отношении, чем всех остальных. Но когда они комментируют эти слова, они допускают ошибки. Сейчас разговор переходит на другую степень. Это значит, что мы должны отличать их от джахмитов. Справедливость и беспристрастие. Их мнение отличается от мнения джахмитов. Они подтвердили то, чего не подтвердили джахмиты. Сейчас они попали в противоречие в вопросе самой сути речи. Они посчитали, что это внутренний смысл, предвечный, самостоятельный и так далее. Ошибка. Поэтому справедливо проводить различия там, где есть разница. И также объединять там, где нет разницы. В самом начале понимания этого вопроса они сходятся с приверженцами сунны. А в сущности вопроса сходятся с другими. В вытекающих они тоже сходятся с другими. Мы должны подтверждать истину, которая у них есть. Мы должны быть справедливы и отдавать им должное. Сказать, ты прав в этом вопросе и расходишься с ними в этом. И так далее. Что касается возвышенности Аллаха, то они подтверждают, что Аллаху присущ атрибут возвышенности. Но затем говорят, возвышенность подразумевает степень. Они избегают подтверждения того, что подтверждаешь ты. А именно возвышенности Аллаха и его утверждения на троне. Несмотря на то, что их сердца не согласны с ними, и они переживают удивительное замешательство в этом вопросе. Как это можно увидеть в их книгах. Они переживают замешательство. Аль-Хамадани привел меня в замешательство. Как это сказал Абуль Маали. Аль-Хамадани привел меня в замешательство, когда он затронул вопрос аргументации естеством человека, фитра. Что сердца устремляются к нему, самодостаточному, который на небесах. Они переживают подобное замешательство. Но все же они подтверждают один из смыслов этого атрибута. Другие же вовсе не подтверждают этот атрибут. А что касается этих, то они подтверждают его в одном смысле и отрицают в другом смысле. Это значит, что они с одной стороны подтверждают правильный смысл. Но с другой стороны они утверждают ложное мнение. Поэтому обязательно принять от них истину, которую они подтверждают, и оспаривать и опровергать ложное мнение, которое они утвердили. Это и есть правильный метод. Манера строить с людьми отношения на основе последствий их слов или на основе вытекающего из них смыслов – это ошибка. Также я упоминал, что ашаризм на самом деле – это название. Не в общих принципах, однако в вопросах, связанных с атрибутами Аллаха. У них нет одного мнения. У них есть сильные разногласия в этом разделе. Среди них есть те, кто подтверждает сущностные атрибуты для Аллаха. Есть те, кто подтверждает оперативные атрибуты. А есть те, которые их не подтверждают. Поэтому мы обязаны ставить их на подобную степень. Но когда кто-то приходит и говорит, что ашариты неверные, и выводит их из ислама и так далее, никто из ученых, к словам которых возвращаются в этом разделе, не говорил такого. Никто из них, будучи объективным и не находясь в состоянии гнева, не говорил такого. Конечно, есть люди, когда им противоречат, они гневаются, и от них можно услышать слова, вызванные гневом. Такое случается и с учеными. Что же касается справедливых и объективных людей, то даже когда они гневаются, они все равно сохраняют справедливость по отношению к оппоненту. Они могут порицать его и жестко о нем высказываться, но когда дело доходит до шарятских положений, они сохраняют справедливость, которую Аллах вменил в обязанность, подобным им. Я надеюсь, что я разъяснил этот вопрос. А Аллах помогающий. В этих разделах мы должны терпеливо относиться к людям, вести с ними дискуссии на основании знаний. Посмотри на шейху лисляма. Он нашел, что ашариты враждуют с хамбалитами, но люди собрались вокруг него и возлюбили его. Это относится к религии. Это относится к знаниям. Люди должны собраться для этого раздела. Они должны говорить справедливо, с любовью и мягкостью к людям. Да сделает Аллах в вас благо, и да воздаст вам Аллах благом. Хвала Аллаху Господу миров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok